Здравствуйте, дорогие друзья! Я сильно рада вас приветствовать в своих двух аккаунтах, в аккаунте в Инстаграм и в своем сообществе во Вконтакте. Моё сообщество называется собака-свитфлафуфала, здесь на кителе у меня видно. Аналогично оно называется как во Вконтакте, так и в Инстаграм. Как вы понимаете, у нас сегодня двойной прямой эфир, передо мной две камеры телефонов, поэтому буду смотреть то сюда, то туда. И пока вы присоединяетесь, подскажите, пожалуйста, как меня видно, как меня слышно, чтобы нам с вами наладить обратную связь, чтобы связь у нас была на высоте. Потому что сегодня для вас я приготовила очень интересный прямой эфир. Никогда такой не проводила, потому что мы прям в прямом эфире будем с вами украшать маршмеллоу куличи. Обычно маршмеллоу я отсаживаю на рабочую поверхность, но сегодня мы тоже это успеем сделать. Но сегодня мы будем с вами работать с куличиками. Я заранее приготовила куличи. У меня это шоколадно-мраморные куличи по рецепту, который есть в моем мастер-классе «Пасха с маршмеллоу». Но поскольку мы сегодня с вами куличи не проходим, мы проходим с вами декорирование куличей с помощью маршмеллоу. Поэтому в прямом эфире мы с вами сделаем массу маршмеллоу для 2D-фигурок. Этот рецепт отлично для этого подходит. Этот рецепт из англоязычного интернета. Я его там нашла и показываю вам на его примере технологию приготовления массы маршмеллоу. Сама же я работаю на другом рецепте, который со мной с ноября 2019 года. Именно тогда я начала свой маршмельный путь. Однажды, влюбившись в этих невероятно милых, красивых мордашек, я начала их делать. Конечно же, сначала что-то милое и умиляющее, красивое у меня не получилось, но я не забросила. Я стала развиваться в этом направлении и в итоге дошла до того, что записала свой большой курс «Ой за маршмеллоу». Записала уже множество небольших мастер-классов, таких тематических. Например, сегодня я вам буду много рассказывать про свой мастер-класс «Пасха с маршмеллоу». И там именно всё про маршмеллоу и декорирование куличей и десерты с маршмеллоу. Кое-что даже я вам сегодня и покажу. Мы с вами будем сегодня украшать два куличика. Ещё раз повторюсь, это шоколадно-мраморные куличи внутри, в бумажной капсуле. А сверху это айсинг, то есть глазурь из белка и сахарной пудры. Я готовила из прям готового айсинга от фирмы «Натива кондитер». Будем делать с вами вот такой куличик и вот такой зелёный. Один декор у нас с вами будет с кроликами, с пасхальными. И один декор будет для христианской Пасхи, да, с цыплятками. Будет очень-очень интересно. Покажу вам, как можно это сделать. Вообще, по моей задумке, если вы, например, даже совсем не планируете готовить куличи, то вы сможете купить кулич, например, в магазине, и чтобы он не был слишком скучный, да, слишком, ну, там, обычная, да, глазурь, обычная помадка сверху, вы могли развести массу маршмеллоу и сами декорировать обычный покупной кулич. Мы будем готовить массу маршмеллоу из доступных продуктов, ничего там сверхъестественного нету. и, ну, приложив немного усилий, я уверена, что у вас получится. Я постаралась подготовить, ну, такой самый простой декор, чтобы с минимальным количеством каких-то мелких деталей, чтобы у вас всё-всё получилось. И это моя задача на сегодня. Как меня видно, как меня слышно, друзья, всё. Спасибо вам большое, что подсказали. За голосом, за кадром вы будете слышать голос моей дочери Дианы, она будет помогать мне вести прямой эфир, и вы будете писать свои комментарии, задавать свои вопросы, и я буду своевременно на них отвечать. То есть после того, как я закончу всю работу, да, чтобы мы с вами не оставались на ответы на вопросы, и не было этого блока, а в процессе работы я отвечу на ваши вопросы, на ваши комментарии. Мне кажется, вступление прошло успешно. Теперь мы с вами опускаемся на рабочую поверхность. Сейчас тоже будет такая, может быть, для кого-то покажется не очень интересная часть эфира, но она самая важная, друзья, потому что я сейчас буду вам рассказывать про каждый ингредиент, который мы будем использовать в приготовлении массы маршмеллоу, ну и вообще, в принципе, что мы сегодня будем использовать. Итак, приготовление массы маршмеллоу состоит у нас из трёх основных этапов. Сначала нам нужно с вами взбить... Сейчас тут свет решил упасть. Нам нужно с вами взбить белок. Белок мы с вами будем взбивать с сахаром. Рецепт, кстати, у вас будет после того, как эфир закончится. Здесь у меня альбумин. Если вы не используете альбумин, то есть я альбумин развела в воде, у меня получился белок. Если вы не используете альбумин, не знаете вообще, что такое, вы просто разделяете у обычного куриного яйца белок и желток. И вот здесь используете только белок. Отделяете это очень аккуратно, чтобы ни капелька желтка не попала в белок, потому что он просто у вас не взобьётся, и вы подумаете, что... Блин, вот Маргарита дала нерабочий рецепт, не буду больше делать. Будьте очень аккуратны к своим ингредиентам, к своей посуде. Миксер у меня тоже падает. Очень хочется в работу. Перед работой я, кстати, на днях снимала урок по приготовлению песочного печенья и использовала вот эту вот чашу для взбивания в приготовлении теста и свой миксер ручной. Поэтому перед приготовлением я всё обработала уксусом. То есть я протёрла бумажным полотенцем смоченным в уксусе свою чашу и свои венчики от миксера для того, чтобы у меня точно всё взбилось. Потому что у меня пару раз было такое в прямых эфирах, что я не смогла взбить белок. Теперь вот этот белок мы с вами будем взбивать с частью сахара. Эта часть сахара будет указана для взбивания у вас в рецептуре. Увидите, как я буду её добавлять. Отставляю в сторону. Теперь следующая у нас часть сахара идёт для варки сиропа. И в сотейнике у меня соединены сироп, вода и глюкозный сироп. Если вы не знаете, что такое глюкозный сироп, не знаете, где его купить, то это количество глюкозного сиропа можно заменить просто на сахар. То есть дополнительно ещё по рецепту, вот идёт у вас 20 грамм глюкозного сиропа, вы кладёте 20 грамм сахара. Глюкозный сироп, он просто продлевает срок мягкости маршмеллоу. То есть он удерживает, ну вообще не только в маршмеллоу, да, в любом кондитерском изделии, где используется глюкозный сироп, патока, тремолин, инвертный сироп. Вот эти вот ингредиенты, они удерживают в кондитерских изделиях влагу. То есть продлевают им жизнь, продлевает им более такое мягкое состояние, более влажное состояние, да, и в хлебе это используется. Также можно глюкозный сироп заменить на обычный мёд. Но мёд даёт, ну если, например, он такого жёлтого цвета, да, он белому маршмеллоу придаст такой слегка кремовый оттенок. Это будет не сильно заметно, но и мёд, конечно, даёт вкус. Медовый вкус, он в маршмеллоу будет присутствовать. Имейте это в виду. У меня, например, на мёд аллергия, и, ну, я вот, ну, не могу такое кушать. Теперь сироп мы с вами будем варить до 110-113 градусов. То есть нижнее значение 110 градусов, верхнее 113. И можно, ну, доварить до 112, да. У меня, я буду использовать вот такой термометр. У меня здесь термощуп внутри, и я буду прям вот так с термощупом просто на меня будет лежать, и я буду варить сироп, и термометр запищит, когда достигнет, вот, видите, 113 градусов. Сейчас там 26. Если у вас нет термометра, это не повод делать маршмеллоу. Вы также всё, все ингредиенты... Ты говоришь, если у вас нет термометра, это не повод делать маршмеллоу. Ну, точнее, не делать маршмеллоу. Извините, я торможу, потому что приболела. Вы, наверное, может, даже если, ну, например, уже смотрели мои истории или смотрели мои эфиры, немножко у меня такой гнусавый голос, извиняюсь за это. Но, ну, так уж вышло, да, это жизнь, все болеют, я выздоровлю, всё будет хорошо. Но мне очень хотелось провести этот эфир именно вот. Я хотела его сделать вчера, делаю сегодня. Вчера потому что совсем не могла. Если нет у вас глюкозного сиропа, это не повод не делать маршмеллоу. Ты же про термометры говорила. Блин. Я вас на это сегодня буду смешить. Короче, если у вас нет термометра, то поступаем так. Диана тут угорает надо мной. Поступаем так. Ставим вариться сироп и варим сироп на среднем огне. Как только он закипел, вы поймёте это, по стенкам вашего сотейника начнут появляться пузырьки. Значит, он закипел у вас. И после вот этого момента вы варите сироп, продолжаете варить на среднем огне. 4-4,5 минутки варите, и сиропчик у вас будет готов. Я буду взбивать одновременно белок и варить сироп. Но вот это вот... Вот это время вам нужно поймать, потому что это сильно зависит от вашей техники. То есть от вашего миксера. У меня ручной миксер довольно-таки быстро взбивает белок, поэтому я буду это делать одновременно. Если у вас, например, долго взбивает миксер белок, например, у меня ручной миксер, как это ни странно, да, взбивает белок дольше, чем... Ой, планетарный миксер взбивает белок дольше, чем ручной, поэтому я сначала ставлю взбиваться белок, и только потом оставлю вариться сироп. То есть там варьируется. И еще такой момент. Если у вас планетарный миксер, то, пожалуйста, для начала не увеличивайте количество ингредиентов. То есть сделайте вот такую же порцию маршмеллоу. Маршмеллоу у вас и в планетарном миксере получится, просто если вы увеличите порцию, его будет очень много. Вы не успеете его отсадить, выкинете, будете нервничать, что он у вас там застывает, например, в кондитерских мешках. Нам этого не нужно. Наша задача сейчас с вами, чтобы у вас точно все получилось, чтобы вам понравилось работать, чтобы вы поняли, вообще нравится, вам не нравится, чтобы вам было интересно. Маршмеллоу, кстати, можно отсаживать и с детками, тоже очень... Им это очень нравится. Я отставляю свой сотейник на газовую плиту, но пока не включаю. Я вам подскажу, когда я включу газовую плиту и начну варить сироп. И последний, третий этап, третий элемент, так скажем, в приготовлении массы маршмеллоу – это желатин. Здесь у меня желатин уже замочен водой, и желатин у меня впитал всю воду, видите, получилась вот такая вот штучка. Нам желатин нужно будет распустить, распускать желатин я буду в микроволновой печи, ну, там достаточно на 20 даже секунд при мощности 850 ватт, мощность моей микроволновки. Если микроволновой печи у вас нет, то можно распустить на водяной бане. То есть нужно просто растопить желатин, чтобы он стал жидким. Не нужно, там, перегревать его или еще что-то. Просто он стал жидким, и все, он уже готов для того, чтобы быть влитым в нашу массу маршмеллоу. Я сейчас его распускать не буду. Я акцентирую ваше внимание на том, когда именно я буду это делать, то есть когда именно я буду распускать желатин. Это я буду делать перед непосредственным его вливанием, для того, чтобы он у меня не стоял в жидком состоянии, потому что на нем образуется пленочка, и потом приходится его еще раз растапливать, чтобы эта пленка ушла. Ну, либо убирать эту пленку, что уменьшает количество желатина. Нам это тоже не нужно. Я отставляю свой желатин поближе к микроволновой печи. Еще такой момент обговорю. Сила желатина. Если вы разбираетесь в силе желатина, то в этом рецепте комфортно использовать желатин силой 180 и 220 Блум, без перерасчета количества желатина. Просто у вас чуть по-разному будет структура самой массы. Но работать вам будет комфортно. Если вы не разбираетесь в силе желатина, то советую вам взять желатин от фирмы «Доктор Эдкер». Сейчас я вам его, кстати, покажу. Вот такой желатин. Лучше всего взять, чтобы у вас точно сразу, с первого раза все получилось. Он быстро растворимый, не требует предварительного замачивания. Разводите водой и используйте. Отставляю свой желатин к микроволновке. Теперь ароматизатор. В маршмеллоу нужно обязательно использовать ароматизатор, потому что какой бы желатин чистым ни был, все равно у него неприятный ни вкус, ни запах. Поэтому мы его используем. Я буду использовать вот такой «Мистер Флавер». Я его покупала в магазине для кондитеров. Если вы вообще не знаете, не в курсе, что это такое, магазин для кондитеров, где это находится, где это купить, то просто замените, например, часть сахара на ванильный сахар, часть сахара, которая идет у нас для взбивания белка, либо положите какой-то ванильный ароматизатор. Я очень долго работала на заказ с ванильным ароматизатором. Тоже клиентам все нравилось и был очень вкусный маршмеллоу с ванильным вкусом. Но ароматизатор нужно использовать обязательно. Мы его положим с вами в конце взбивания. Я уже сказала, что работать мы с вами будем ручным миксером. Теперь окрашивание массы маршмеллоу. Я уже заранее знаю, что я буду делать из маршмеллоу. Соответственно, в соответствии со своей задумкой, я знаю, в какие цвета мне нужно окрасить массу маршмеллоу. Я сегодня буду использовать сухие водорастворимые красители от Nativo Conditer и один краситель у меня будет гелевый, водорастворимый от Americolo. Итак, когда у нас масса готова, она очень быстро застывает. Поэтому мне нужно подготовить все для того, чтобы быстро окрасить массу маршмеллоу и положить ее в теплое место. Про теплое место мы поговорим чуть позже. А сейчас говорим про то, что как же удобно использовать красители для того, чтобы быстро окрасить массу маршмеллоу. Во-первых, я расставляю красители в том порядке, в котором я буду окрашивать массу. Я вот забыла черный цвет. Сейчас возьму. Еще один мешочек. Расставляю. Смотрите, сначала я сделаю розовый цвет, вот такой вот с помощью красного очаровательного, потом сделаю желтый цвет, потом сделаю оранжевый, потом зеленый, потом коричневый и потом черный. Вот в таком виде я, в таком точнее порядке, я буду окрашивать массу маршмеллоу. Я открываю все свои баночки, укладываю баночку на крышечку, для того, чтобы мне не перепутать цвета, чтобы потом в таком же порядке и закрыть их. И вот так вот буду использовать. И в таком же порядке я просто отодвигаю свои красители в сторону, чтобы у меня ничего не перепуталось. Кондитерские мешки. У меня они отрезаны буквально на миллиметр, каждый кончик кондитерского мешка, для того, чтобы мне было удобно спустить воздух, когда здесь будет масса маршмеллоу, и завязать свободный край кондитерского мешка. Здесь у меня количество кондитерских мешков соответствует количеству цветов, которые я получу из массы маршмеллоу, включая белый цвет. Когда мы сделаем массу, она у нас будет белого цвета. Еще я буду использовать такую салфетку, я ее намочила. Это была сухая салфетка, обычная в рулоне, да. Я ее намочила, она влажная, и ей я буду вытирать кончик кондитерского мешка, потому что в нем быстрее всего застывает масса маршмеллоу и препятствует отсадке. Также сегодня в работе я буду использовать хлебную соломку. С ее помощью мы с вами сделаем вербу и сделаем с вами, ну, такую табличку. Увидите потом задумку мою. И вот буду использовать, брать из коробочки и использовать соломку. Теперь мы с вами разговариваем про теплое место. Вот сюда. Держи. В качестве теплого места я буду использовать свой духовой шкаф. У меня электрический духовой шкаф. И минимальное значение на моей электрической духовке это 50 градусов. Я нагреваю свою духовку до 50 градусов на режиме верх-низ без конвекции. Внутри у меня в духовке дна решетки простелена обычная полотенца. Именно туда я буду укладывать свои кондитерские мешки. Для массы маршмеллоу, чтобы она не застыла, но и не перегрелась, комфортная температура 40-42 градуса. То есть именно эту температуру мне нужно поддерживать на протяжении всего времени, пока у меня кондитерские мешки находятся внутри духовки. Повторюсь, я нагреваю ее до 50 градусов. Когда у меня будет готова масса маршмеллоу, будет готов мой первый мешочек с белой массой, я выключу нагрев своей духовки и включу просто электрическую лампочку здесь и оставлю духовку вот так вот приоткрытой для того, чтобы у меня вышел вот этот вот жар. И духовка у меня остудилась до 42 градусов примерно. Я уже это понимаю по теплу руки. Если вы, например, не знаете, что такое 40-42 градуса, то положите туда лучше термометр, чтобы понять, что со временем вы научитесь ну и эту температуру просто сами угадывать, когда сделаете несколько раз. Когда духовка у меня остынет, я просто закрою духовку и вот так вот на протяжении всего времени у меня будет гореть там лампочка электрическая, духовка будет выключена и там будет сохраняться тепло, массе будет комфортно, мы с вами сможем ее успеть отсадить. Еще в качестве рабочей поверхности, ну там нам буквально немножко понадобится, мы с вами будем использовать вот такой вот силиконовый коврик на подносе у меня простелен и он промазан растительным маслом без запаха. Я пропитала бумажное полотенце и промазала. Но перед непосредственной отсадкой сюда маршмеллоу я еще раз пройдусь своей салфеткой, поэтому я ее не убираю, потому что масло имеет такое свойство скатываться, оно, ну жир, да, он скатывается и чтобы его распределить на всю поверхность, я пройдусь салфеткой еще раз. Вопросы были? Спрашивали, где купить такие красители? Купить такие красители можно на сайте Натива Кондитер. У меня есть промо-код на скидку 20%, по-моему, процентов. Я выложу вместе с рецептом вам эту информацию. Спрашивали, что за глазурь на куличах? В начале эфира я сказала, это айсинг. Ну и там были вопросы, будет ли запись эфира. Да, запись эфира будет. Теперь самая такая нудная часть закончилась у нас с вами. Теперь мы приступаем к приготовлению массы маршмеллоу. Я включаю свой сироп вариться. Внутри, в сотейнике, я его вообще никак не помешиваю. Единственное, я могу только взять за ручку сотейника и покачать из стороны в сторону, для того, чтобы быстрее сахар размешался там. Но ни лопаткой, ни спатулой, ни ложкой, ничем я его внутри не мешаю. Он сам сварится. Термометр нам скажет об этом, как варить без термометра. Я уже тоже вам рассказала. Беру сахар для взбивания. Варю сиропчик свой. Сейчас будет работать миксер. И во время работы миксера я разговаривать не буду. Вы можете убавить громкость своего гаджета, с которого смотрите прямой эфир, ну, либо эфир в записи, для того, чтобы вам не было слишком громко. Взбивание белка я начинаю с низких оборотов миксера. Постепенно довожу обороты миксера до максимума. И для того, чтобы пузырьки воздуха в белке у меня образовывались постепенно. Чтобы они были все равномерные и постепенно все росли. Белок был очень пышный, стабильный. Когда у меня белок взобьется до такой мягкой пены, я начну в 3-4 этапа вводить сахар. То есть я ввела немного сахара, взбила его, размешала, чтобы он растворился у меня в белочке. Потом ввожу еще одну часть. И таким образом делю вот этот вот сахар из своей миски на 3-4 части. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА